Привет дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами готовить нечто реально невероятное, очень вкусное, очень интересное и это старинный рецепт. Он просто прошел сквозь века и остался таким же вкусным и интересным просто по-новому. Давай же приступим. Смотрите, отделяем два желтка и в желтки добавляем сахар. Теперь немножечко подобьем желточки венчиком, для того чтобы они соединились с сахаром и немножечко посветлели. Пускай сахар у нас расходится, растворяется, тем временем займемся остальной частью теста. Размягченное сливочное масло смешиваем с мукой и разрыхлителем и начинаем перемешивать их. Можно миксером, можно использовать допустим вилку, здесь не принципиально, просто хорошенько растираем вот так вот в крошку наше тесто. Добавляем сюда желтки с сахаром, добавляем сюда сметану и замешиваем довольно мягкое и эластичное тесто. Тесто нужно будет разделить на три части, на три колобочка и отправить их в холодильник, хотя бы на полчасика, для того чтобы масло стабилизировалось и нам было удобно катать и тесто было более пластичное. Тем временем как раз будем заниматься различными видами начинки. Смотрите, у меня здесь 125 грамм мака, который я заливаю кипятком и нужно оставить в кипятке минут на 10. Затем сливаю через тонкое сито и добавляю сюда два желтка. Можно пробить немножечко блендером, чтобы мак измельчился, можно нет. Также буду использовать свежемороженую вишню без косточек, либо отделить уже косточки и отжать немного с нее сок, даже немного, а хорошо. И будет у меня такая еще начинка. Потом здесь полкилограмма яблок, которые я очистила и вот потерла их на крупную терку. Яблоки довольно сочные, поэтому с них тоже нужно отжать сок. Я просто руками возьму и отжимаю сок. Точно так же, как и вишню отжимала, точно так же я отжимаю сок с яблок, для того чтобы они были менее сочные и не потекло наше тесто. Сильно много не отжимайте, тоже они все-таки должны какую-то вкусовую нотку нести. Получается вот такая вот рыхловатая у нас масса. Работаем здесь побыстрее, для того чтобы у нас яблоки не успели потемнеть, пока они без ничего. Добавляю сюда столовую ложку меда. Мед у меня уже немножечко засахарился, но это ничего страшного, он сейчас разойдется весь. Растворится просто в яблочках. Хорошенечко растираю. Смотрите, у нас будет покрываться еще белковым кремом. Добавляю, кстати, сюда еще немножечко ванильки. Будет покрываться белковым кремом каждый наш корж при выпечке. Я яблочную начинку не буду покрывать белковым кремом, поэтому добавила сюда просто целое яйцо. Если у вас будет торт либо под мастику, либо вы хотите и сверху, чтобы у вас был белковый, тогда сюда кладете два желтка, а два белка отставляете отдельно. Итого у нас получается отдельно по два белка, три посудины. Два белка с теста, два белка от мака у нас осталось и два белка вот осталось после яблочек, допустим. Раскатываем наше тесто довольно тонко. У меня этого теста хватило на три коржа по 24 сантиметра. Я вырезала. Катаем где-то 3-4 миллиметра. Взбиваем первые два белка и добавляем сюда, после того, как они превратились в пену, в полстакана сахара. Где-то 90 грамм. Включаем ванильный сахар. Взбиваем все вместе, пока сахар не растворится. На первый корж выкладываем маковую начинку. Это у нас просто, помните, мак с желтками, без сахара. У нас здесь достаточно будет сладости от белкового крема. Распределили мак. И теперь на мак выкладываем белковый крем. Тоже его равномерненько распределяем. И отправляем наш корж в духовку. Духовка разогрета у меня до 180 градусов. И выпекается корж в духовке где-то минут 25-30. Смотрите так, чтобы сверху белковый крем стал такой румяненький, поджарился немножечко. Но при этом смотрите, чтобы нижний корж, тот который песочный, не начал у вас подгорать. Потому что если вы раскатаете его довольно тонко, то он может начать у вас подгорать. Вот у нас вот такая вот получаясь маковая начинка. И вот она после запекания. Не волнуйтесь, оно еще немножечко сядет. Вот это вот безе, которое сверху. Оно даже не безе, оно такое как нежное суфле белковое. Теперь выкладываем вишню. Вишня тоже без сахара, как бы просто свежемороженая. У меня было можно использовать консервированную вишню в собственном соку. Вы видите, тоже рукой отжимаю лишний сок. Благодаря тому, что вишня была мороженая, он прекрасно отжимается со свежей вишней. Тяжелее будет его отжать. Распределила вишню. У меня вишни было где-то 350 грамм здесь, но даже 300 было бы достаточно. Но это я уже отжатую взвешивала, поэтому смотрите сами. Также у нас здесь будет яблочная начинка, которую мы тоже распределяем аккуратненько по всему коржу. Я на нее не буду выкладывать белковый крем. Она у меня будет просто вот так вот сверху. Если вам нужно под мастику, тогда вы печете еще один лишний четвертый корж. И на яблочную начинку выкладываете белковый крем. И потом будет еще у нас один корж просто пустой, без ничего. Для того, чтобы потом можно было бы аккуратно выровнять. Вот такие вот три испеченных у меня коржа стало. Пекутся на самом деле довольно быстро и просто. Для крема мне нужно будет 200 грамм сливочного масла размягченного и 200 грамм грецких орехов. И где-то 250-300 миллилитров молока, кипятка. Для начала поджаренные грецкие орехи измельчила в блендере и добавляю сюда кипяток молока. Закипело у меня, добавляю, чтобы орехи хорошо покрыло. И еще немножечко пробиваю блендером. Получается вот такой вот, я бы сказала, ореховый соус. Возвращаем его обратно на огонь и немножечко увариваем. Не сильно. Получается вот такая вот, уже как кремообразная масса. Похоже на заварной крем. И теперь добавляем сюда сахар. Чтобы наш крем потом не был пресный, добавляем сейчас сюда как в основу сахар. Больше мы его никуда добавлять не будем. Довели до кипения. И потом снимаем с огня. Накрыли пленкой встык и оставляем до полного остывания. Масло и вот эта ореховая масса у нас должна стать одинаковой температуры. То есть вы когда остудили, оставили их вместе рядышком на кухне на часа полтора. Для того, чтобы они были абсолютно одинаковой температуры. И теперь приблизительно так же, как мы там делаем разные с вами крема, добавляем просто ореховую основу в наше масло. И взбиваем до полного растворения после каждой ложки. Иначе у вас крем расслоится. Добавляем ложку и опять взбиваем. Получается благодаря тому, что масло было очень мягким, вот такой вот еще мягкий крем. Он у вас схватится в холодильнике и не будет таким мягким. Ставлю небольшое количество крема на низ своей подложки, для того, чтобы наши коржи потом не ездили туда-сюда. И ставим первый корж. Я захотела первый положить вишневый корж. Выкладываю сюда на него треть крема. Можно и половину выложить здесь не принципиально. Я выкладываю треть, потому что хочу еще боковушки этим кремом намазать. Следующий корж у меня пойдет, это будет у меня маковый корж. Мне казалось, что будет очень красиво, когда вот такая вот черная прослойка будет по серединке. Поэтому мне захотелось вторым коржом положить именно маковый. Аккуратненько переносим наши коржи, потому что они довольно мягкие и нежные. И увесистые, потому что все-таки там и мака много, и он сочный, и вишни много, и она тоже сочная. Поэтому коржи довольно нежные такие. Опять покрываем частью крема. И третий корж, собственно, яблочный. Который я просто потом сверху присыплю сахарной пудрой. Здесь не принципиально. Опять же, если у вас будет под мастику, сверху будет просто корж у вас. Теперь уже тортик нужно отстояться. Желательно, конечно, на ночь, но минимум 4 часа. Я его оставила на ночь. На утро он у меня хорошенько пропитался. Коржи прорезаются просто замечательно, режется очень легко. На всякий случай прорезаю еще раз, чтобы все вишенки, которые там у меня внизу, тоже разрезались. Вы видите, боковушки я просто намазала кремом. Тортик у меня к чаю, поэтому никак не украшала. Но это действительно праздничный торт. Достаю аккуратненько. Посмотрите, какой безумно красивый разрез получился. Тортик реально очень многослойный, очень интересный. Реально получается 3 песочных коржа, 3 разных начинки, 2 суфле коржа и отдельно ореховый крем. Это нечто совершенно новое, совершенно удивительное сочетание вкусов. Не зря этот тортик называется так. Я просто даже не ожидала, что он будет таким вкусным. В общем, вы должны обязательно попробовать этот рецепт. Я уверена, что он вам понравится. Не забывайте поставить палец вверх и подписываться на канал. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.